МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня в нашей программе. Выключите свет. Миллионы людей приняли участие в акции «Час Земли-2020». 60 минут и целая система. Экономия в цифрах и фактах. Зелёный свет электромобилям. Гомельские энергетики в числе первых освоили альтернативный транспорт. Каждый может. Названы победители республиканского конкурса «Энергомарафон». Среди них и гомельчане. В последнюю субботу марта во всём мире, начиная с 2007 года, проходит самая многочисленная и узнаваемая акция «Час Земли». На один час с 20.30 по местному времени погружаются во тьму известные архитектурные памятники и строения в знак неравнодушия к будущему планеты. В экологическом флэш-мобе ежегодно принимают участие около 200 стран – более 2 миллиардов человек. В 12-й раз «Час Земли» под девизом «Каждый может» поддержали и в Беларуси, а также в Гомельской области. Цель масштабной акции – привлечь внимание общества к проблемам загрязнения окружающей среды, изменения климата и нерационального энергопотребления. Разумеется, один час экономии не даст ощутимого результата. Важно понимание глобальности проблемы и её решения. «Вообще, эта тема, будем говорить, ещё Советского Союза, это тема старая, будем говорить. Ну, тогда в Советском Союзе уделяли ей недостаточно внимания, только дань моде была. Что касается Беларуси, когда мы стали самостоятельным, то здесь, конечно, государством, то здесь, конечно, мы уделяем этому всё больше и больше внимания. Особенно усиливаем внимание в последнее время. Ввиду того, что природных ресурсов у нас, энергетических ресурсов, крайне недостаточно, значит, мы дорогие ресурсы должны расходовать экономно, что мы, собственно, и делаем». Беларусь последовательно занимается энергосбережением. Всё больше жилых домов проектируется с высокими показателями энергоэффективности. Внедряются в производство современные энергосберегающие технологии, оборудование и материалы. На завершающий этап вышла государственная программа энергосбережения на 2016-2020 годы. «В республике сделаны за десятилетия громадные шаги в сфере энергоэффективности. Я хочу привести пример, что в разы снижена энергоемкость внутреннего валового продукта за 10-15 лет. И мы на сегодняшний день уже можем говорить о том, что энергоемкость нашей внутреннего валового продукта соответствует передовым таким странам, как Канада, со схожими климатическими условиями. Это большое достижение, это работа действительно в рамках страны, всего государства в этом направлении. Это очень важно». «У нас по итогам года многоемкость снизилась на 2,5%, доля возглавляемых источников энергии в балансе у нас составляет 6%, доля местных видов топлива составляет 16%. То есть все задачи, которые были поставлены головой государства и правительством на 2019 год, у нас выполнены в полном объеме». Весомый вклад в общую копилку вносит и Гомельская область. По итогам прошлого года фактический целевой показатель по энергосбережению составил минус 3%, к ранее запланированному минус 2,7%. Это позволило региону возглавить стройку лидеров в республике. На 2020 год поставлена еще более амбициозная задача – выполнить 7,5%. Только за последние три года доля возобновляемых источников энергии в Гомельской области увеличилась почти вдвое. Большим подспорьем стало строительство и ввод в эксплуатацию мини-ТЭЦ на местных видах топлива в Калинковичах, на новом заводе беленой целлюлозы в Светлогорске, а также строительство и реконструкция в системе ЖКХ котельного оборудования, работающего на биомассе. С 2016 года в области в эксплуатацию введено 18 таких объектов. Еще одно ключевое направление – солнечная энергия. Мощность фотоэлектрических станций в Гомельской области за последние три года увеличилась практически более чем в 20 раз. Наиболее крупная из них сегодня расположена в Речицком районе на предприятии «Беларусьнефть». Что касается Гомельской области, ну, можно сказать все-таки, что роль ее и место очень высокая, да, в плане достижения показателей по энергоэффективности. Это очевидно. И первые, как было отмечено, первые фотоэлектрические станции были реализованы именно в Гомельской области. Несомненно, что многое еще делается и будет сделано и реализовано в ближайшее время. В ближайшей перспективе в системе ЖКХ Гомельщины строительство и реконструкция десяти энергоисточников с использованием средств международных финансовых организаций. А в рамках нового займа Всемирного банка повышения энергоэффективности в социальной сфере планируются работы в 118 учреждениях образования Гомельской области. Перед департаментом, прежде всего, стоит задача завершить пятилетнюю программу, реализацию государственной программы энергосбережения на 2016-2020 год и сформировать новую программу на последующую пятилетку, на 2021-2025 годы. То есть основная задача – это обеспечить снижение энергоемкости, увеличить долю использования местных видов топлива, в том числе возымляемых источников энергии, реализовать все крупные энергоэффективные мероприятия по экономии энергоресурсов и строительство источников, работающих на местных видах топлива. Существует много способов экономии и бережливости. Один из них – зеленый транспорт. Эта тема, как говорят сегодня в тренде, ей пророчат будущее. По прогнозам, к 2040 году количество электромобилей в мире превысит 400 миллионов. Чтобы стимулировать использование экологического транспорта в нашей стране, президент недавно подписал соответствующий указ. В результате владельцы электромобилей имеют ряд льгот, освобождаются от налогов, платы за парковку в специально оборудованных местах. Требования времени поддерживают и гомельские энергетики. Семь электрокаров в прошлом году пополнили автопарк предприятия «Гомель Энерго». За рулем одного из них – электромонтер Андрей Пархоменко. За время эксплуатации мной автомобиля он себя проявил достаточно хорошо. Проблем каких-то с ним абсолютно не было. Не нуждался пока что ни в каком обслуживании. И с учетом всех требований надо задуматься над тем, чтобы выбрать его в качестве покупки своего личного автомобиля каждому. Ведь мы говорим о экономии денежных средств, и окружающая среда, экология должна тоже не остаться без внимания. А при покупке такого автомобиля мы уже вносим свой вклад в это. В результате экологический плюс приносит экономическую выгоду. Это экономия топливных ресурсов, отсутствие расходов на эксплуатацию, возможность быстрой зарядки в условиях стандартной электросети. Автомобиль можно зарядить двумя путями. Это либо от стационарной розетки, которая находится в каждом доме, в каждой квартире. Или же на быстрых зарядках, которые активно очень устанавливаются по территории Гомеля. Время до полной зарядки, я бы сказал, что где-то порядка 6 часов от стационарной розетки. Ну, наверное, где-то часа, наверное, 3 от быстрой, до полной, с нуля до полной зарядки. Для работы на данном автомобиле хватает 100% зарядки с головой, потому как запас хода на 100% получается порядка 130 километров. То есть для выполнения той работы, которую выполняю я на данном автомобиле, мне этого вполне хватает. Экономический эффект по этим автомобилям у нас составляет приблизительно в 4 раза. по сравнению с автомобилями, эксплуатирующими на светодиодиодных продуктах. Это можно даже наглядно так представить. Автомобиль, использующий автомобильный бензин, потребляет 10 литров в среднем по городу. Электромобиль же потребляет 23 киловатта. 23 киловатта, чтобы все понимали, это составляет 19 копеек 1 киловатт. В переводе на денежный эквивалент это составит 4 рубля 37 копеек. Поэтому экономический эффект в этом составляет только 4 раза. И дальше по эксплуатирующим материалам. То есть эти автомобили не требуют технического обслуживания в плане замены масла, фильтра. То есть все эксплуатирующие материалы, которые используются в повседневных автомобилях, эти автомобили не используют. Поэтому в дальнейшем рубку Милинерго будет планировать закупку еще порядка 10 электромобилей. Хотелось бы, конечно, чтобы были это белорусского производителя. Одна из услуг, которую оказывают населению энергетики, это установка и обслуживание счетчиков нового поколения с дифференцированным тарифом, которые помогают экономить электроэнергию в зависимости от времени суток. А это значит, что у каждого появляется возможность выбора, каким способом экономить семейный бюджет. Все-таки, наверное, как энергосистема мы делаем ставку на новое современное предложение, да, которые уже будут адаптированы под технические условия граждан. И в целом можно даже отметить такой факт интересный, что больше людей, больше граждан, это были граждане города Гомеля. Опять же подчеркиваю, это право выбора граждан. На сегодня у каждой из нас появляется возможность экономить электрическую энергию за счет перехода на дифференциацию расчетов. Добавим, что гомельские энергетики по итогам прошлого года стали дважды победителями республиканского конкурса «Лидер энергоэффективности». Лучшим продуктом года названа система дистанционного учета электроэлектроэнергии с применением GPRS-технологии. А также электросчетчик трехфазный многофункциональный AIST-3, производством которого занимаются на предприятии. Я бы, наверное, может, как совет дал бы нашим потребителям, да, как обыватель тот же, но я бы все-таки отнесся внимательно к оборудованию. Зачастую, покупая стиральную машину, мы отдаем предпочтение ценой, но можно купить повышенный класс и действительно сэкономить, а в сочетании с дифференциацией тарифов это будет еще большая экономия. По опыту знаю, если поставить рядом с газовой плитой электрический чайник, то обязательно экономить и не добьешься. Чайник быстрее, но при этом мы должны понимать, что все, что нагревает, оно и потребляет. Поэтому для меня чайник – это табу, он где-то далеко, только до тех времен, когда там нет горячей воды и что-то надо в больших объемах и быстро подогреть. Следует напомнить, что Департамент по энергоэффективности дал старт очередному этапу конкурса «Лидер энергоэффективности Республики Беларусь-2020». В его рамках открыт прием заявок. Подробности на сайте энергоконкурс.by. Каждый может внести свой вклад в энергоэффективность страны. Для этого можно создать свой видеоролик или организовать сбор макулатуры и батареек и правильно их утилизировать. Посадить дерево, провести тематический урок или просто выключить лишний свет. Главное – ответственное и рациональное потребление ресурсов. Газа, воды, электричества. Независимо от возраста. Берегу я воду в кране. Это часть большой реки. Даже маленькую каплю для речки береги. Чтобы воду сохранить, надо бережливую. Только там народ богат, где энергию хранят. Где всему идет расчет и всему зависит счет. Дамир и Кира – самые юные участники 13-го республиканского конкурса «Энергомарафон», итоги которого подведены недавно. Приятно отметить, что практически во всех номинациях среди победителей и представителей Гомельской области. Так, в номинации «Система образовательного процесса» в учреждении образования первое место у коллектива Речицкой школы-интерната для детей с нарушением слуха. Пальма первенства и у проекта «Цифровые технологии в энергосбережении учреждения» Святослава Лапушкина из Центра творчества детей и молодежи советского района города Гомеля. В номинации «Культурно-зрелищное мероприятие» первое место завоевали светлогорские гимназисты с номером цифровизации. Поздравляем победителей! Разумеется, выключить свет на час несложно, но даже такое простое действие дает возможность помочь планете, изменив свои ежедневные привычки. А это может сделать каждый.